Это ж Дэн, сука, Шмальц! Потратил на одну четвертую пенсии бабушкины, потратил на развлекухи, вот так. Я хочу сразу объяснить, я не являюсь любителем кофе, то есть я не покупаю кофе, я не из тех, кто пойдет и купит себе латте, например, кофикс. Я не заинтересован в этом, я буду, но я при этом и не хейтер кофе, ничего про себя не имею. То есть ты абсолютно нейтрален? Я нейтрален абсолютно кофе, но вот просто посмотри, что это такое, ребят. Но это очень красиво, с карамелью, какие-то штуки. Дэн Шмальц, я сразу говорю, я и вам, друзья, комиссионно сижу на диете. То есть прямо сильно-сильно я ничего не ем, я за сегодня утром съел вареное яичко и выпил это все чайку без сахара. И вот сегодня мне Дэн говорит, надо снять видос. Я такой, какой вопрос? Реакцию или что? Все, что есть сладкого в Starbucks. И я такой, ай-я-я-я. Но сегодня читмил получается, ребят. Я еще, Антон, хотел тебе рассказать, что я возрождаю, возрождаю великое запытое сигны. Все думают, о, сигны, что такое сигны, это что-то из прошлого, нет. Сигны это круто, это классный сувенир, классный подарок. Универсальный, да, насколько можно прямо вот его преподнести. Представляете, да, представим, юбилей бабушки 60. Бабушка, с днем рождения, Дэн Шмайц, я поздравляю. Какой-то человек из интернета, нос с какой душой. А видеопоздравления есть? Не, видео пока нет. Есть, есть, только стоит чуть дороже. Есть видеопоздравления от Дэна Шмайца. В общем, ребят, это вообще я буду позиционировать больше как сувенир, типа как помощь каналу, потому что рекламы сейчас нету. У меня, у меня, вы можете заметить, вообще нет канала рекламы на последних видео. Поэтому можете купить сигнал Дэна Шмайца, если вы хотите помочь Дэну Шмайцу и хотите себе классный сувенир. Ссылка на мой новенький сайт, сигнал меня в описании. Сайт сигнал меня? У меня сайт сделал. Ахуеть, ахуеть, какой-то... Платеж, подключил. Все-таки вот пытливый у тебя Дэн ум все-таки. Вот ты не заморочился, не просто сказал ВКонтакте, скидывайте, я вам скидываю. Сайт, поебал, блин. Серьезно, да, 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 все медоплаты. Смотрите, такая трубочка из Старбакса, все на английском написано, прям, переком, из Америки. То есть мы как будто бы... Давайте представим ситуацию, где бы мы могли все попробовать. Ну, кроме, как, естественно, в самом Старбаксе. Вот, например... В американском, в Америке. В Америке. Или в аэропорте Кеннеди. А одинаковый вкус, как думаете? Думаю, да. Может быть, российский... Шоколадный Ява-фрай, вот это. Как только мы вот такие будем пробовать с тобой вместе, я не представляю. Ну, надо как-то попробовать. Наверное, вот такие по отдельности попробовать, потому что это совсем будет гомостяйся. Давай, 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 так. Или карамельный фрай. Я шоколадный или карамельный хочешь? То есть это все фреш, да, Вякин? Нет, фрай, какой-то есть, значит, фрай и карамельный яблок. Какой тебе фреш? Я бы, как вы сами говорили, сказать, я вот этот. Чай с сахаром есть, это хорошо. Я бы хотел карамельный. Ну, пожалуйста, хорошо, я не против. Во-первых, пахнет... Это у меня шоколадный, пахнет явно шоколадом. Ну-ка. Я не часто захожу в Starbucks, но я теперь знаю, что карамельный фрай мне очень нравится. Надеюсь, я правильно считаю. Какой вкусный, это просто шоколадный фрай. Охренеть. Ребята. Мне хочется вот эту штуку открыть и, короче, вот это все просто взять. Попробуй съесть. Вот эту верхушку и просто съесть. Ну, я вам так скажу, вот я сейчас отвык уже от сахара, и для меня это супер. У меня даже зубы свело, как сладко. Чувак, это сильно, да. Попробую, ладно, хорошо. Это ж мороженое, так понимаю, что взбитые сливки какие-то? Взбитые сливки. Взбитые сливки. Это капец, как вкусно. Ребята, это полторады нашмайсы, я не знаю. Ну, нет, один я точно поставлю, но вот что-то, знаете, вот эти вот сливки, они какие-то безвкусные совершенно. А они все равно тебе только в самом конце достаются. Они больше для аппетитности этого куриза. Ну, мы начали с тобой сразу с козырей. Мы прямо козырнули. Да, мы прямо самые, мне кажется, вкусные сейчас выпили просто. Неси чек. Чек неси. Чек. Дэн, будем сейчас смотреть. Сколько, что стоит? Вот, если он стоит 500 рублей, я куплю Nescafe 3 в 1 лучше. Blonde Flat White Short вообще. И весь ты 40 рублей стоишь? Нет, я даже помню, не оно. Ну, типа, просто название. Blonde Flat White Short. Слушай, ну, я понимаю, что в Старбаксе, почему в Старбаксе ходят реально вот такие вот, знаете, там, всякие девчоночки красивые, которые там любят немножко это, пожить шикарно, шикануть. Ну, как шикануть, конечно. Блядь, выпить сладкой воды, это, конечно, не шик. С другой стороны, шампанское кристо. Просто, говорит, моча игристая. Стоит денег. Слушай, мне, кстати, еда не нравится. Я прогружался. Мне не нравится еда в Старбаксе. Мы будем в следующем ролике пробовать еду из Старбакса. Вот, я не уверен, что едой не смог. Там еще, это я еще, наверное, в ролике про Старбаксе скажу. В Старбаксе постоянно разная еда. Мы еще еду будем пробовать. Да. Или, то есть, анонс ты делаешь. Вот так. Ребята. Да, ваниллокомакиято. А почему мы не поменялись с трубой-то? Все. Пробуй. А, ты трубочку ставил? Шоколад. Ммм, карамельный еще вкуснее. Нет. Вот это на один, Дэн, шмать, вот это на полтора. А тебе больше нравится это? Какие-то вот шипучка какая-то, да? Что-то взрывается там. Я не знаю, что это, улет, наверное. Не, ну, что-то вот это не понравилось. Что, Дэн, видимо, это все самое вкусное выгодно. Я могу поставить только 0,9. Ты что, обалдел, что ли? Ну, возможно, там под конец не так вкусно, и ты уже сливки просто ешь. Скорее всего, так. Не понял, вот так вот, ребят. Ванильное облако, макиято, вообще не знаю. Ой, а давай придумывать образ людей. Это же еще бездобавок, кстати, у нас есть еще добавок. Придумываем образ людей, которые могли бы это купить. Вот смотри. Вот такое, вот эту шоколадную штуку, короче, купил. Ну, короче, это явно какой-то, вот 15 лет, не больше. Не больше, не больше. Не больше, не больше. И меньше, не меньше. И, может, даже это пацан. То есть, он просто вот не хочет кофе. Он такой, ну, ладно, мне что-то... Она уже с шоколадом. Да, с шоколадом. А вот карамельный могла бы его подружка взять. Вот. И они идут в кино. Они, знаешь, из такой СМИ среднего доставка. Да, они деньги. Они деньги. У них айфоны есть. То есть, тут такие, знаешь, москвичи, вот, петербургцы. Вот такие вот они. Ну, я думаю, что все правильно ты сказал. Единственное, что мне кажется, вот акцент сделать, что они не часто приходят в Старбакс. Да. И, приходя в какое-то заведение, где действительно говорят, что очень вкусный кофе, они не будут покупать там кофе. Они хотят купить то, что будет там, как бы, с изюминкой такой, да, что полили сливками, что посыпали шкалом. Да, вот Клочина это вот кто, кто перед работой заходит. Да, да. Ну, то мы сейчас зайдем. Но вот это, прям, смотрите, красиво. Прям реально. И тут летом июль месяц. Парк горько. Говорит, тут сосок и красивый. Сейчас это у них с собой эти пенни-борды. Да, 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 с этими рыбками маленькими с ними ходят. Но они не умеют кататься хорошо. Просто они выглядят пиздаты, как скейтеры, блядь. Они так оттолкнутся, проедут. Ну, пока вот там. Ванильный облако макеата, я не знаю, что там. А давай я в этот момент попробую тогда. У, блядь. Это что такое? Я ставлю этому 0,2 до нашмальца. Как кофейный феррак. Это вот чисто кофе, вот за что я не люблю кофе. Весь этот кофейный вкус, который мне не нравится, он в ванильном облако. Да и поэтому, ты вообще пьешь кофе? Мне нужно, чтобы был человек, который хотя бы пьет кофе, чтобы я не сидел, не обтарался. Не, я пью кофе. Но мне, я вот допустим еду. Что это сверху, там куча сахара? Или что вот это сверху, вот? Или ты... Что? Что? Мороженое? Я не знаю, это скорее всего пена такая. Кофейный, что это? Это фрап. Кофейный фрап. А, это пэ. Это тоже, это шоколадный ява-фрап. А фрап, а ты мне фрай говорил. А, это букву пэ. Все, ребят, просите меня. Мне уже, наверное, дизлайков понаставили за то, что я не буду. Блядь, опять супа заболелия. Это был шоколадный ява-фрап. Не, ну стул уши. Что, вкусный? Вот как только. Как будто, как будто не сахарная вата, знаешь. А что-то такое вот. Очень вкусно. Фрап это вообще. Прям вот с донышка попробуй. Прямо хорошо. Прям вот есть намек на кофе. Нет этого дура... Вот оно чуть-чуть, тонкий вкус кофе. А не... Вот попробуй вот здесь вообще. Здесь вот прям кофе-кофе. Ну, это, вот это фрапы, все фрапы, однозначно. Дэн Шмальц, это очень вкусно. Ой, какой горький. Горький. Еще и ванильный. А где ваниль-то? Не знаю. Мы уже забыли. Либо ее не было. Либо она настолько малая, что аж не почувствовалось. Вот, еще раз. Ванильное облако от макеата. Макеата. Ну, так понятно. Я в кофе не разбираюсь, я не знаю. Это горькое кофе, не для нас. Я пью кофе латте, иногда капучино. А иногда я просто... Капучино, классика кофе. Капучино. То, что каждый возьмет перед работой. То, что можно тут, в офисном центре. Да, да. А капучино, это что, просто кофе с молоком? А латте молоко с кофе, так? Слушай, ну, я даже не знаю, как мне отталкиваться. Я просто не люблю кофе. Я бы 0,1 бы за такой вкус поставил. Но если... Ну, я могу это выпить. Я могу это выпить. Это 0,7, 0,8. Но это реально качественный капучино. Это если сравнивать с теми капучино, что ты вот здесь в офисном центре, тебе нальют, например. Или еще хуже, там, из автомата. Из автомата. Вот. Это божественный капучино. Нет, я тоже согласен. Это качественный капучино. Это один, наверное, шмаль, за капучино среди капучино. Но, опять же, возвращаясь, не буду забегать вперед, но скажу. Больше всего кофе мне нравится, все равно Макдональдс. Макдональдс я даже не пробовал. Вот если бы мы пошли покупать кофе во всякие рестораны быстрого питания... Можно потом снять ролик, как мы отдельно Макдональдс капучино пробовали. Это Старбукс. Да, я запишу. Это хорошая идея. Вот, реально. Рассказывай, я запишу пока идею. Я говорю, что... Но я пью в основном... Я не люблю крепкий кофе. И пью латте. Потому что оно... Там молоко сплошное, по сути. Но я пробовал и в KFC, и в Burger King. И где только я не пробовал, но самый вкусный, это все-таки в Маке. Не знаю, там, то ли какие-то зерна эти, жардин. Латте, да? Да. Из Мака, из БК. Вот в этом. Из Киевси и Старбакс. И Старбакс. А где еще какие-то популярные сетки, где можно купить... Я для ролика на будущее, ребята. Ну, я... Не знаю, наверное, все. Можно купить из автомата вообще. А, и из автомата на... И автомат. Ну, вот. И посмотреть... А, еще можно кофикс. Кофикс, знаешь? За 60 рублей кофикс. Ой, да, я видел. Но я там ни разу ничего не покупал. Даже не могу сказать, что там хорошо. Но капучина очень хорошая. Ну, не, зашкварная. Ну, дорого опять. Где денег? Где? Сколько денег, блядь? 300 рублей, по-моему. Чего? Тут дешевле 300, ничего нет. 120 рублей 0,5. А, ну, это вообще... Вообще это дорого, да. 300 рублей. Таксист. Ты что, кофе? 120 рублей, потолок. Я выше не буду покупать. А, нет, нет, 205. Нет, нет, нет. За такой стакан. 235, 240. Ребят, у нас тут какой-то олигарх. Короче, от 105... Вот есть за 300 рублей что-то. 320. 150 потолок. Какой... Вы о чем говорите? А, это, во-первых, во-вторых, когда вот была зима, я только кофе дома делал. Так это еще маленькие, там у них пол-литра есть. Это вообще... Ну, так... А в Маке, я говорю, 0,4. Стоит, по-моему, 130 рублей. Но он вкусный, он реально не хуже. Я верю. Американо. Американо. Я теперь все эти кофе выучил. На зоне... Ой, а американо, оно прям такое, кофе-кофе, да? Ой, чувак, я вот попробую, но я уверен, что оно никому не понравится. Только на любителя вот эти американо. Двойной эспрессо. Это как чай с кофе, мне кажется, на вкус. Вот такой вот хоть на зоне чиферить надо. Это прям вообще вот какая-то... Ну, мне просто американо не нравится, я не знаю. Я от себя ставлю американо, в принципе, 0,2, но даже 0,1. А ну, если сравнивать, я не пью американо просто. Наверное, это хорошая американо. Не, но... Для тех, кто любит американо. Честно сказать, какой-то он слишком водянистый. Он прям, знаешь, вот меньше... Ну, я заметил, да. Меньше, меньше, вот прямо вкуса кофе и больше вот... Слишком разбавлен. Давай латте попьем-ка и фанем. А вот латте, это другое дело. Вот латте я люблю. Я знаю, что если кофе, то латте я могу. Вкус приятный. Кстати, ребят, напоминаю, что он на мерч роботский. Также у нас магазин открылся в Москве. Напоминаю, ребят, если вы из Москвы, заходите к нам в магазин мерча. Скоро у Антона тоже будет мерч. Да, ребят, приходите. Ну, что я могу сказать? Вкусно. Обычно с сахаром. С сахаром мы не могли его добавить. Не, я сахар заметил, сейчас бросаю во все. Но, опять же, да, если мы говорим про кофе без сахара вообще, я тогда его пить вообще не стану. Я вот хоть сахарозаменитель, я брошу сколько-то таблеточек. А я всегда делаю так. Вот сколько миллилитров, столько и таблеток. Ну, я, кстати... В смысле, там, если 40, то 4 таблетки. Именно латте я пробовал много раз. Латте, и это не самый лучший латте, который я пробовал. Поэтому я поставлю этому латте 0,7. Я поставлю ему, наверное... Ну, он из-за того, что дороже, чем в Макдональдсе, в том же яму, поставлю типа 0,9. А так это очень хороший латт. Хороший? Очень хороший, да. А я сравниваю. Я в ресторанах обычно пробовал, и как-то там вкуснее, как будто бы. Может, он был просто горячий. По ресторанам не хожу. А что, в ресторане часто бываешь, Дэн? Это один из любимых досугов. Я не могу себе в этом отказать. Я люблю ресторан. То есть ты, получается, смотри, вот у тебя есть свободное время. И ты такой... Да, это не свободное. Это вечерком пойти после делишек. Я прям люблю. Какой-нибудь ресторан. Несколько раз в месяц я хожу в ресторан обязательно. А дорого стоит сейчас хорошо, чтобы съесть в ресторане? Нет, есть разные. Вот в террасу мы недавно ходили, 10к на двоих оставили. Но это терраса. Это вот где Никита любит есть. Он любит, знаешь, вот есть чуть более высшего уровня рейстики. Есть чуть-чуть пониже, но они тоже хорошие. Но они больше для вот среднего класса есть рейстики. Где ты вот на 2к ты обожрешься просто. Вот мне на 1000 бы. Нет. Я в Серегу пойду. Это на 1000, это Tokyo City, но это не ресторан. О, а что? Ну, те, кто разбираются вот в этой ресторанной культуре, они понимают, что Tokyo City это херня. Правда. Это ерунда. Это ерунда. Оба хрома хорошая. Есть один ресторан крутой, называется Печора. Не знаю. Там подают тебе за 500 рублей, по-моему, овощную тарелку. И она такая огромная, что все идут и оборачиваются что-то пиздатой под водочку. Мне вот чем Гинза нравится, как у тебя хочу харчо. Ты приходишь в это место приличное, ты наедаешь вот на 2к, максимум на 2,5к. И тебе порции огромные. Тебя не обделяют никак вот ресторан Николая Соболева, который на Кремичу ест. Нет. Он, знаешь, есть вот рестораны, которые они... У нас изюминка. У каждого ресторана, как и у бара, должна быть своя изюминка. У них была изюминка, что у них типа шеф-повар какой-то там крутой. И он делает именно маленькие порции, вот из 600-700 рублей. А я люблю, когда ты заплатил 600 рублей, и тебе тарелку принесли. Это такое жесть, это что вообще? То есть ты ешь и ты понимаешь, почему это 600 рублей стоит. Потому что это качественнее, чем в Токио-Сити. То же самое за 350. Это лучше. И порция больше, чем в Токио-Сити. И ты сидишь в месте, которое лучше, чем в Токио-Сити. Не кричат. Ну, типа... Ну, я тебя понял. Ты прям... Я вижу по твоим вот этим возмущенным комментариям, что ты прям разбираешься в тематике ресторанов. Но мы, когда вот в Москву, например, приезжаем, это обязательно мы идем в новый ресторан. А, что-то. В Москву-Сити можно сходить в какой-нибудь ресторан. В Москве просто, поскольку ресторан Деда Хирище, там еще есть... Мы ходили в ресторан, где подают завтраки. Только завтраки подают. Короче, там расписание завтраков. И где-то в мире же сейчас завтрак. Вот. И ты ешь кухню этого мира, типа. Ты, конечно, можно любой выбрать, но там, типа, по-моему, со скидкой именно тот завтрак, который сейчас. Там лондонский завтрак, есть там американский завтрак вообще. Ну, интересно у тебя хобби. Интересное хобби, честно. У меня зубы, я имею в виду. Аристократы какие-то. А мы даже снимали, у меня во влоге в одном было, мы играли в игру, мы, короче, положили карточки наши. Мы ели, типа, на десятку наели, второе на десятку, вчетвером мы наели. Ну, это вообще, ну, это нормально. Вообще. И положили свои карточки. Так. И официант выбрал, кто оплачиваешь. Вот так вот, да? Это был не я, это был Владимир. Ну, ладно, хорошо, давайте. Так, све... Что написано, я вообще не понимаю. Кофе я могу... Ээээ... Свежесваренный... Свежеваренный... А, ей в них какой-то свежесваренный был, который они мне в отдельный чек пробивали, по-моему. Но он уже не свежесваренный. За 240 рублей, по-моему. Ну, уже да. За 240 рублей? Ну, это какой-то типа, понял. Похоже, что опять на американу. Вот где оно было? Фу, кто это пьет вообще? А-а-а, я понял. Американо по сравнению с этим, иенная штука, ребят. Это вообще, что за... Это реально называется свежесваренный кофе. Ребят, это реально, вот просто без всякой хуйни. Это кофе. Вот так вот. Да, это вот и он на кофе. Это самый настоящий кофе. Вот такой кофе пил Артур Морган в Red Dead Redemption, когда я сидел возле костра. Вот, ребят, пробуем. Это самый настоящий кофе. Без добавок ничего. Я не могу докурать, это очень страшно. У меня мама такое пьет утром из Турки. Она прям в Турки готовит себе кофе утром свежесваренный. Ну, вы знаете, на самом деле, я бы такое себе, конечно, не купил. Вот именно так, что, знаешь, там, я всегда покупаю себе свежесваренный кофе. Но если вдруг вам захочется, и вы перед работой решите что-нибудь этакое, чтобы вот прям вот с утренца купить... Да, такое вставит тебя. Я, кстати, ни разу не чувствовал вот этого эффекта кофе, прилива. Может быть, сейчас у меня, конечно, есть такой прилив из-за того, что ролики я буду снимать. Но что-то может быть и есть. А я вам скажу, во-первых, это всегда ближе к вечеру сказывается. Сколько там кофеин выводится? Около 6-7 часов. И вот пока у тебя будет эффект накапливаться в крови, ты будешь чувствовать небольшой подъем. А потом резко захочется спать. Хотя у многих по-разному. Я знаю людей, которые от крови, наоборот, спают. Ну, я вот понял, что меня энергетики вставляют только после одного случая. До этого пил энергетики, я не чувствовал эффекта энергетики, что энергия, я просто как будто газировку попил. Но как-то раз я решил себе... Перед сном у меня стояло что-то там виски или еще что-то. А я помню, ты рассказывал. Да, вот. У меня стояло немножко алкогольное, и я решил перед сном, знаешь, сделать себе с энергетиком пару, двойку, коктейли, и выпил что-то больше литра энергетиков. Я не мог уснуть до 5 утра. То есть я не чувствовал прилив энергии там или еще что-то. Я просто не мог... У меня не было функции уснуть. Я хотел спать, я был сонливый, но функции отрубиться и как будто выключили. Спать хочешь, но не можешь выключиться. Ну, видишь, ты теперь узнаешь, какой он тебе... Только единственное, сейчас ты за рулем будешь ездить, так, видите? Вот если будешь уже засыпать ближе, там, подъезжая к Ростову, ты не мешал какой-то... Соном договорились, что мы купим мне гольф к дню рождения, ну, в смысле, не мы вместе, а я куплю дешевый за 100 тысяч, а Антон в своем новом гараже будет мне ее прокачивать, чтобы она ездила. Я буду из него делать мастерскую, да, интересную. Flat white. Ой! Белый flat. Ну, вот это уже... А покажи, как выглядит. Ну, такой, с пенкой какой-то. Ну, такой, не особо, не особо там выдающийся, я бы не сказал. Ну, как х**лый латто, не знаю, какой кофейный-кофейный латто. Flat white. Максимально. Ой, ну я не могу вот этот вкус вот... Ну, это как алкогольное, надо привыкнуть к этому вкусу, полюбить его. Более-болький латто. Такое ощущение, что, знаете, здесь в чем суть? То, что здесь граничит, как бы, вот чуть-чуть хуже капучино, в том плане, что здесь кофе больше, а так там молока просто капнуто. Я чуть-чуть подумал, вдруг после этого ролика я реально полюблю кофе. И вот, я подумал, вдруг он так же, как и алкоголь, и людям нравится чисто из-за эффекта. Они уже начинают нормально кофе. Как правило, люди, вот, раньше было просто вот, давай-ка мы с тобой, приходи ко мне на чай. Сейчас все, эти времена прошли, потому что друг к другу в гости кто-то редко ходит, времени нет туда-сюда, а сейчас уже все, вот, кофе выпьем, пойдем, пойдем по кофейку. Это такой предлог хороший, и поэтому все стали его пить. Это, причем, произошло тогда, когда массово начали вот... Мне кажется, я чувствую прилифы на это. И немножко, немножко есть. Но ты кофе не пьешь, да? Я не пью вообще кофе. Я каждый день латэ. Интересно, будет ли вообще со мной что-то после... Запиши вид. Что со мной стало после... Нет, ну, если бы ты их выпил все полностью, может, что-то бы и было. Экспресс-пун-го. О, что это? Это самая забористая хуйня, которая может быть... Это не экспрессо. Это... Это экспрессо, да. Я даже пробовать не буду, мне бабушка такое пьет, ладно. Я не знаю, поэспрессо его стоит еще оценивать, ребят? Вы экспрессо знаете, что такое, но это пи***цая. Не могу ему оценку, что-то, ну, кто любит, тот... У меня... А, вот, а, угар, угар, а... А-а-а-а-а-а. А мне просто интересно. Выпьешь все? Да, мне интересно, меня вставит или нет, ребят? Целые эспрессо. Чувак, вот Юлик пьет двойной эспрессо... Эээ... Дойной воды и водой. Сейчас я запью вот эту штуку. Во. Ну, от Юлика любимую, да. Но, я-я-я-я-та так скажу... Эээ... Как, блять, как водку пью, серьезно. Как водочку, за пивкой обязательно бери. Ну, если уж, ну, типа, кайфовать, я хочу попробовать по-полному. По-полному, по-полной хочешь? Ну попробуй, попробуй. Ну все эффекты кофе. Я попробую. Человек, который не пьет кофе. Может зря все. Я слыхал, типа от двух таких может прям плохо стать. Типа сердечко забьется. Не, не, ну не, конечно, у тебя поднимет сейчас давление туда-сюда. Похуже тебе сейчас станет, но потом будет уже лук. Я чувствую. Тремор начался. Зачем ты сейчас это сделал? Интересно, я никогда этого не делал. Жаль, я не взял с собой тонометр, могли бы померить твое давление. Ну а посмотри. Не отвестись дальше. Пульс это, спроси сколько. Сейчас, померим пульс. Да какой-то, блин, это самое. Рубаха пари, ё-моё. Мокко, пока моя. Измеряй пульс. Так, 10 минут назад у меня было 80 ударов в минуту пульса. Волновался. Пить кофе, дело ответственное. Не, 81 удар в минуту, нормально. Меньше стало, да? Не, 85 вот сейчас. Нормально, вот адекватно. Потом 80, потом 70, 60, 50. Так, мокко. Слушай, а мы, на самом деле, большую часть попробовали, да? Три осталось. Вот этот, мокко-мокко. Вкусно пахнет с молоком, наверное. Чё, три осталось? С этим вместе? Это вообще полу-кофе какое-то. Мокко-мокко. Ну полу-кофе, полу-эскли. А, кстати, вот мне нравится цвет мокко, как говорят. Но тут он выглядит не как цвет мокко. Блин, ну для любителей кофе, Starbucks это находка. Я понимаю, почему без Starbucks. Я вот понимаю, ну кофе у них вот хорошее. Вот не могу я на шмайцах оценивать, потому что это не моё кофе это. Я просто говорю, что вот это я уважаю. Для тех, кому это нравится, я думаю, это хороший вкус. Да, я согласен. Ну вот мокко, знаете, как будто что, как будто... Я не знаю просто, как он делается, но мне кажется, что там шоколада много, да, какого-то? Это шоколад точно. Какого-то там молока точно много. Вот всего там много. Не, шоколад точно должен быть, потому что... Карамель мокко. Крутой мокко, пробуйте. Карамель мокко звучит охуенно. Холодный? Уже холодный, но должен был тёплый. А выглядят все одинаково, блять, цвет у всех плюс-минус. Хороший, ну вот к Starbucks не доебёй. Кофе у них хороший. Опять хороший. Нельзя их вот подъебать и сказать, у вас плохой кофе. Вот не получится. Не, я так скажу. Вот есть просто сами напитки кофейные, которые реально могут нравиться одному кофеману, а другому вообще нет. То есть это вот, допустим... Я уверен, многие из наших зрителей скажут, американо нахуй. Где тут был вот этот вот... Вот flat white, эспрессон. То есть как бы всем хочется сейчас типа послаще что-то выпить. Но если кто-то реально хочет забористый кофе, купайте реально свежесваренный кофе. Мне на самом деле понравилось. Вот честно сказать, я вот давно не пил такой кофе, который как будто бы из турки. Latte Macchiato. Ой, наверное, это ещё слаще. Ну хорошо, хорошо. Хороший. Ну это потому что без сахара он бы так слаще был. Не, ну вот карамельный Macchiato, он прям очень хороший. По-любому Starbucks получает Дэна Шмайкс за кофе. Это очень хорошо. Не разочаровал нас Starbucks. Не было такого, да, что мы купили за дорого и потом такие, за что заплачено. Ну это понятно за что, американская сеть хорошего кофе. Выглядит как реклама, блять, Starbucks. Но, к сожалению, я только пока в минусе от него. Но зато объективно. Спасибо. Мы все тебе спасибо говорим за объективность. Потратил свои деньги, чтобы узнать какой же кофе лучший. Всем спасибо, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok